Добрый вечер, программа «Насправди» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и в ближайшие 25 минут мы будем говорить о мобилизации, в частности о тех методах, которые используются в нашем городе, не только в нашем городе, в отношении людей, которые подлежат мобилизации. Методах, как я понимаю, не вполне законных, не всегда законных. О том, как с этим бороться и что можно предложить, поговорим сегодня с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Волонтер группы Help Army Татьяна Бедняк. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И бывший, исполняющий обязанности заместителя военкома Киевского района Алексей Каханов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. У вас сегодня, собственно говоря, по этому поводу была такая большая встреча, в том числе и с представителями средств массовой информации. Есть проблема, она однозначно есть. Я понимаю, наверное, как это мотивация работников военкомата, для которых есть планы, они должны его по большому-то счету выполнить. Есть план по мобилизации, но, конечно, есть вопросы к формам. Это очень мягкое выражение, что есть вопросы к тем формам, в которых это все происходит. Как с этим вообще, в принципе, можно бороться тому, что у нас называется гражданским обществом? Небольшой комментарий по поводу работы военкоматов, если позволите. На сегодняшний день ситуация такова, что военкоматы зажаты в тиски, фактически. У них есть план, но нет современных инструментов. Они пользуются старой системой, доставшейся нам в наследство от советского времени, которые они должны пользоваться как инструментом для того, чтобы провести мобилизацию. Общество у нас совершенно другое сейчас. У каждой личности масса своих задач, которые человек должен выполнить. Жизнь не расписана в таком графике, как она была в советское время. Помните, два призыва были, весенний и осенний. Но неспроста. Жизнь молодого человека подстраивалась под службу в армии. Поступил в институт или не поступил в институт, и, соответственно, пошел в армию или не пошел. Наши сегодняшние современные военкоматы пользуются долотом и зубилом для того, чтобы выполнить современные задачи по мобилизации. И при этом они имеют еще и возмущение со стороны общества, потому что те методы, которыми они пользуются, вызывают естественную, совершенно нормальную реакцию здоровой части общества. Я бы так назвала. На сегодняшний день мы готовы предложить военкоматам новый инструмент. Мы над ним сейчас, собственно, работаем. И мы обсуждали это в Министерстве обороны буквально позавчера, скажем, с некоторыми представителями прогрессивной части Министерства обороны, тех, кто являются реформаторами. Получили добро на то, что мы эту реформу представим в Министерстве обороны. И, скорее всего, нам дадут разрешение на Харьковскую область, на внедрение в Харьковскую область как пилотный проект. Предварительно мы с военкоматами тоже обсуждали. Я вижу, что там люди тоже понимают необходимость реформирования и готовность к работе. Ну, а там посмотрим по факту, как это будет. Мы об этом, о деталях системы поговорим, давайте несколько позже, с вашего позволения. А пока к Алексею, если можно, вопрос. Что, собственно говоря, является причиной такого рода... Неужели настолько суровые требования и настолько суровые наказания за невыполнение каких-то показателей по призыву, что приходится прибегать к таким формам, непопулярным, мягко говоря, формам работы? К сожалению, действительно, ситуация складывается таким образом, что военкоматы зажаты между отношением общества к ним и своим начальством, прокуратурой и других контролирующих органов. Вот, я могу привести ряд фактов, конкретных примеров о таких случаях. Например, военкома Киевского района, подполковника присяжного, осудили за некачественное выполнение мобилизации. То есть, он не выполнил план, и суд его осудил на 16 суток ГОП-вахты. Для подполковника это достаточно болезненное наказание, скажем так. Оно непродолжительное, но болезненное. Вот, это позор на долгие годы. Хотя, дело в том, что все военкомы точно так же не выполняют план, и можно наказать каждого таким же образом. Подполковник присяжный достаточно грамотный был офицер, честный, патриот. Вот, и таких случаев постоянно. Комиссары просто боятся сейчас что-то куда-то двинуться, какое-то новаторство сделать. Они все время боятся вот таких вот прецедентов. То есть, они понимают необходимость реформы, но у них, первое, нет опыта, да, в такой деятельности реформирования структуры, в которой они работают. Они ведь находятся внутри системы. Вот Алексей тоже пока работал в военкомате, он тоже не мог ничего сдвинуть с мертвой точки, потому что он был частью этой системы. И, с другой стороны, вот то, о чем мы говорим, качественная или количественная мобилизация, план мобилизации, он выставляется в неком количестве. Количестве, само собой, да. Это в корне неправильно. Ну, то есть, план выполнен, может быть, на 100%, но из этих 100% на фронт пойдет, например, воевать всего там 20 из 100. Ну, как быть, подождите, то есть, ну, все равно войска комплектуются, то есть, есть какие-то там, ну, сколько лет. Другие критерии отбора должны быть. Что за критерии в таком случае? Я не могу рассказать во всех подробностях, но изначально, да, первоначально должно быть желание человека пойти защищать свою родину, конечно. Сейчас добровольцы предпочитают идти в добровольческие некие формирования, да, которые, ну, к которым у меня, например, очень много вопросов. Я не хочу ничего плохого о них сказать, но я предпочитаю иметь сильную армию. Я поэтому поддерживаю подразделения ВСУ, потому что все-таки армия — это некая, ну, стабильная и понятная в своих задачах структура с четким подчинением, с субординацией, ну, в идеале, да, то есть мы говорим об идеале, и защите меня как части народа. Я сталкивалась с примерами, когда добровольческие подразделения преследовали, ну, не всегда понятные мне цели. И были примеры у нас уже, да, когда непонятно, кто командует, там есть батальоны, у которых там по четыре комбата, и там они между собой не могут разобраться. Поэтому моя глобальная цель как общественника, как человека, который уже полтора года занимается не просто поддержкой армии, стремиться к тому, чтобы эта армия была реформирована, состоит в том, чтобы система отбора людей в армию в конечном итоге привела к тому, чтобы у нас была профессиональная, либо по смешанной системе, там, профессиональная армия плюс, например, ну, пусть это будут резервисты, да, но это должна быть база реальная резервистов. Это должны быть люди, которые два раза в год, например, приходят на переподготовку, и она не должна быть, это база такой, как она сейчас является, какой она является сейчас. Сейчас это картотека, которая там вручную перебирается с сотрудниками военкомата. Можно я сразу на этом этапе спрошу, я спрошу Алексея, количество добровольцев в ходе каждой из волн мобилизации, вот сейчас шестая, количество в процентном хотя бы отношении, вот сколько процентов приходит по своей воле служить по призыву Родины? Мне сложно ответить на ваш вопрос, но можно хотя бы свои применения. Субъективно, ну, наверное, каждый десятый приблизительно так. То есть 10 процентов. Давайте возьмем эту точку. Но я слышала и мнение одного из военкомов, очень ответственного человека, который сказал, один доброволец стоит десяти мобилизирований. Хорошо. Двадцать процентов у нас будут добровольцы, это те, которые придут. Из них отсеется, насколько я понимаю, потому что там все равно без этого критерия все равно не обойтись. Больного человека нельзя посылать на фронт, это однозначно. Да, это качественно. Собственно, процесс реформирования военкоматов уже начат Министерством обороны. Харьковская область принимает участие в пилотном проекте по изменению штатного расписания и введению в структуру военкоматов такой единицы, как психолог. То есть в районные военкоматы, три единицы в областной военкомат и также социологи. Приходит доброволец, с ним в обязательном порядке проводит спивбейсиду, психолог, и определяет готовность данного человека служить в родине. Ну, скажем, по неким параметрам, которые оговорены с Министерством обороны, это все в штатном режиме делается. То есть не требуется индивидуального какого-то, индивидуального оценивания. Мы хотим предложить, как бы в процессе реформирования, чтобы доброволец, который приходит в сам военкомат, мог, а, устанавливать срок своего призыва. Это как преференция, чтобы он, допустим, у него есть некие обстоятельства, которые не позволяют идти сейчас, но человек может закончить какой-то свой проект в работе. Либо что-то в семье, там, да, решить какие-то неурядицы и прийти, скажем, в следующую волну мобилизации. Он уже будет вноситься в базу, с ним будет, он спокойно пройдет медкомиссию, не так, как сейчас. Он подготовится, он закупит экипировку, потому что очень много людей, которые могут сами себя экипировать, это в их финансовых возможностях. Также в качестве преференции я хочу, например, предложить, чтобы доброволец имел право выбрать, в каком именно, в какой части и в каком подразделении он будет служить. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди знают об авторитете конкретных командиров, например, либо у них уже служат родственники, знакомые, либо они работали волонтерами, ездили, общались с неким подразделением, и у них очень высокий уровень доверия, допустим, какой-то именно части, и они хотят служить именно там. Вот в качестве преференции, это даже не денежное какое-то вознаграждение, это свобода выбора человека. Он может выбрать, в какое время он пойдет служить и в какое именно подразделение. Очень похоже на армию 18-19 века, по крайней мере для офицерского состава, примерно так. То есть сам себя экипировал, там, правда, еще была покупка офицерского патента, но, к счастью, до этого не доходит. Вот о чем хотел спросить. Три этапа, да, получается, доброволец медицинской комиссии в качестве преференции, место службы, которое человек избирает самостоятельно в тех или иных... Ну, по своей специальности, безусловно, при наличии вакансий. Вот получается, что у нас, даже если 20% добровольцев приходят, и половину из них наверняка отсеют по состоянию медицинскому, да, вот по состоянию здоровья, то есть 10% от общего количества, которые сейчас призываются, остается всего, да, которые, может, через год пойдут, а может, через два, а может, через полгода. И пойдут не во все части, в которые требуется на данный момент Министерство обороны, а пойдут, например, в 92-ю нашу любимую бригаду, да, все хотят туда идти. И вот дальше что? Я говорю, при наличии вакансий. Хорошо, но вакансий нет, дальше что? А я сюда хочу, а туда не хочу. Ну, конечно, это должно производиться в рамках наличия свободных мест в данных частях. Один мой хороший друг, он военнослужащий, и он математик по образованию, он предложил еще метод жеребьевки. То есть, ну вот есть 20 человек, у которых нужная специальность, им всем рассылают повестки, но нужно набрать всего 10 человек, например, из этого количества. Ну, вот они там методом жеребия тянут там спички. Кому попались, те идут сейчас, например, если сейчас недобор, а остальные получают отсрочку. Ну, это такой немного смешной и необычный способ, но выход всегда есть. Было бы желание решить проблему, а проблема есть, она назрела. И мы все понимаем, что устаревшими методами мы проблемы не решим. Смотрите, но проблема... Я тоже не специалист, так получается, что мы в большей части сейчас все не специалисты, пытаемся срочно как-то придумать и решить, что с этим всем делать. На мой взгляд, история возникала вот следующим образом. В прошлом году, когда была у нас очень сложная ситуация на Донбассе, и очень большое количество действительно добровольцев, мотивированных, пошли, собственно, в батальон добровольческие в массе своей, возникли именно в тот период, наполнились людьми, вооружением и так далее. Дальше там росли, но уже не столь взрывным образом, как это происходило тогда. То есть, большая часть людей, которые были мотивированы добровольцами и так далее, они ушли тогда. Они вот сейчас должны уже где-то смениться, ротация должна какая-то пройти. Кто останется там добровольно служить, это хорошо, но многие и уйдут. То есть, у нас возникает ситуация, в которой, условно говоря, 50 тысяч боевиков с той стороны, и там 50-60 тысяч человек с этой стороны, с нашей. Хорошо, там мотивированных и так далее, но они будут уходить. Кем их заменять? Вот если нет этой системы, о которой мы говорим, плохая она система, работает где-то она неправильно, она старая, она работает с издержками и так далее. Как сделать так, чтобы у нас была та же цифра, хотя бы примерно паритерная? Можно одну ремарку? Я одну ремарочку только, очень коротко. То, что возьмут сейчас во время мобилизации 50 тысяч человек, не говорит о том, что эти люди пойдут на фронт. У нас законодательство позволяет любому человеку, вот он попал в учебный центр, потом у него распределение после учебы, он приходит, допустим, на базу 92-й бригады в Башкировку, никто насильно его на фронт не отведет. То есть этот человек, он говорит, я не хочу, я пишу отказ, и все. Это совершенно законно. Ему никто, его не осудят, он не будет дезертиром, он будет добросовестно выполнять какие-нибудь обязанности на территории части. Ну, то есть если он не пьет, он просто будет мести плац, он будет служить, мы его будем содержать с вами. Мы, налогоплательщики, будем содержать армию из 50 тысяч человек, которые не пойдут на линию фронта. Ну и вот как быть? 92-я, допустим, я могу сказать о своей бригаде. То есть когда стало понятно, что они пока задерживаются на линии фронта, ну, в начале несколько дней люди возмущались, а потом я слышала один и тот же ответ. Мы, конечно, можем пойти на дембель в Харьков, но как только мы оставим эти позиции, через два дня эти танки, которые стоят напротив БТР, они будут в Харькове. И там у нас нет окопов, у нас нет линии обороны. Поэтому они пока стоят. И количество добровольцев, мотивированных, вот эти там 10%, пусть даже 20%, хотя это весьма фантастическая цифра, они ведь это следствие непонимания того, что в Харькове все спокойно, именно потому что там стоят наши ребята. То есть здесь расслабились как-то, здесь не хотят твоего. Я понимаю эти чувства, вполне нормальные чувства. Никто не хочет бросать все, сменить там работу и так далее на армейские будни. Но вот что-то надо делать, как-то доносить, я не знаю. По вашему вопросу можно я тоже два слова вставлю. Дело в том, что мы не будем военкоматам мешать и сразу вот это все поломать. Работаем теперь только так. Пусть они продолжают заниматься тем, чем они сейчас сами занимаются, а мы параллельно попробуем другие методы использовать и предложить им их использовать в будущем. Пока что мы сами, мы из военкоматов будем задействовать психологов и социологов. Вот, все. Остальные сотрудники пусть работают, как работали. Вот есть же еще одно. Подобное внедрение этой реформы, оно потребует за собой изменения законодательной базы, безусловно. То есть на сегодняшний день уже в работе изменения законопроекта по поводу подписания контракта для военнослужащих. Ранняя формулировка, и она пока действует, формулировка звучала подписание контракта до закинчения особливого периода. То есть человек, который был мобилизован, допустим, хочет остаться в части, подписать контракт и на какое-то время стать военнослужащим на контракте. На год, например, еще. То раньше, и пока она действует, это норма, но она уже прошла работу в комитетах и скоро будет вынесена на голосование Верховной Раде такая поправка. Формулировка будет звучать строком на риг, або до закинчения особливого периода. И это существенно увеличит количество подписанных контрактов. Потому что ранее человек отслужил год, и он не понимал, когда закончится этот особливый, когда его могут отпустить. То есть это существенно облегчит. Вот хотелось бы уточнить, что вы имеете в виду. Мы не будем мешать военкоматам, только берем от них психологов, социологов. Мы это как и где это все будет происходить? Что будет физически, как это все будет выглядеть? Наша задача, как волонтеров, показать военкоматам, для чего этот пилотный проект, как можно еще, используя современные средства коммуникации, общаться с людьми, для того, чтобы их агитировать, вступить в вооруженные силы. И я надеюсь, я даже не надеюсь, я уверен, что у нас все получится, и что наша система набора в армию будет более выигрышная, более правильная, чем та, что есть сейчас. И в дальнейшем, месяца через 2-3, когда мы это докажем, уже тогда переходить. А сейчас пока что в течение 2-3 месяцев, пусть пока работают по-старому. Я предлагаю так. А что за... Да, вот все-таки хочется очень деталей какие-то услышать. Что за слова вы хотите сказать в отношении того, что, вот вы говорите, да, сагитировать харьковчан, показать, как можно работать по-другому с помощью новых технологий и так далее. Вот как это все... Все равно, как это все будет происходить? Это будут какие-то, не знаю, ролики, какие-то социальные группы в социальных сетях, или что это будет? Все. И ролики, и социальные группы в сетях, и свой пресс-центр при военкомате мы открываем пресс-центр военкомата областного. Но волонтерский пресс-центр? Нет. Или это будет официальный пресс-центр областного военкомата? Там будет позаштатный пресс-офицер в нем работать. Уже есть предварительная договоренность с областным военным комиссаром. Он горячо поддержал эту идею. Это делается для того, чтобы наладить диалог между общественностью и военными комиссариатами. Чтобы рассказать о всех тех вопросах, которые волнуют людей, и почему хватают людей, военнообязанных на улицах, ну и на другие все вопросы, чтобы людям рассказывать, как это все происходит, с какими проблемами сталкивается военкомат, чтобы наладить вот такой диалог. Это раз. Будет сайт свой, где тоже будет вся эта информация аккумулироваться, где люди смогут найти ответы на эти вопросы. Будет активная работа психологов и социологов, которые будут проводить встречи, коммуницировать через современные средства коммуникации, интернет, электронная почта, не знаю, смс, все что угодно. Вот они будут коммуницировать с людьми, агитировать их, проводить беседы, потому что есть достаточно большое количество людей, которые сидят дома и ждут повестки. Они готовы идти в армию, но по ряду причин эта повестка к ним не приходит, потому что у военкоматов руки не дошли, ноги не туда пошли, ну или что-нибудь в этом роде. Есть другая проблема, собственно, куда более частая, насколько я понимаю, это когда пытаются куда-то прийти, а там начинают из окон завода прыгать люди, потому что, да, вот прошел слух, сейчас идут к нам из военкомата. То есть людей, которые сидят и ждут повестки, все-таки несколько меньше, чем те, которые не сидят и не ждут, по крайней мере. Потому что нет человеческого подхода в общении между военкоматом и потенциальными призывниками. Потому что у нас есть случаи, когда, ну вот я говорила, да, женщина, мужа, который там на подходе к классу схватили, она говорит, он бы и пошел служить. Но он, первое, он не получал повестки, во-вторых, он сейчас не может, он должен дом достроить, и ему нужен месяц всего. Но военкомат же не принимает такое необычное условие, да, жизни данного человека. Вот ему нужно дом, видите ли, ему там дом нужно достроить. Тут как бы, а мы повестку принесли, и все. Я знаю, и об этом тоже писали в сетях, Роман Доник об этом писал, и я точно знаю человека, который был участником данных событий. Накануне 8 марта, когда было очень холодно, также людей собрали, им вручили, ну, то есть тем, кто должен был призываться, вручили повестки, отвезли на сортировку, и закрыли в холодной казарме, которая не отапливалась. Им не выдали зимние спальники, у них там не было даже матрасов на кроватях. Их закрыли, зная, что отправки в учебные центры не будет еще неделю, потому что праздники, 8 марта, там, и все такое. И мы не могли добиться, чтобы этих людей распустили по домам. То есть у военкомата не было возможности отопить это помещение, не было спальников, чтобы выдать людям, но они их закрыли. Знаете, почему закрыли? Чтобы не разбежались, наверное. Вот. А это что, тюрьма? Это же не тюрьма. Люди идут защищать родину. Это почетная миссия. Ну, вот тут я готов поспорить, потому что в последнее время... Нет, я знаю людей на фронте, поверьте мне. Нет, просто я о настроении говорю, потому что вот когда, например... Вот если они разбегутся, тогда давайте мы их арестуем. А сейчас... Арестовывают тех же, там, задерживают пьяных двух мажоров, известный, да, случай на весь Харьков. Первые комментарии. Да в АТО их немедленно. Арестовывают взяточника. В АТО его немедленно. АТО это как форма наказания. Вот уже вот так вот это у нас позиционируется. Нет, вам нужно больше общаться с людьми, которые защищают нашу родину. Нет, я в отношении людей, которые защищают, абсолютно ничего не хочу сказать. И безмерное уважение, и почет, и никаких имевших чувств. И это не каторга. Это замечательный пример братства. Я много слышу комментариев по поводу того, что на фронте всегда легче, чем здесь. Вот те, кто находятся на фронте, на передовой, им проще общаться, потому что вокруг них есть люди, которым они доверяют. И, собственно, процесс адаптации после демобилизации, он тоже связан с тем, что им там проще и легче, чем здесь. Поэтому, ну, страшилки, как правило, исходят от людей, которые там не были и не понимают, что там происходит. Большинство, увы, или не увы, не знаю. Ну, в общем, да. Спасибо вам большое, что сегодня были гостями нашей студии. Я бы, со своей стороны, с удовольствием пригласил бы вас, когда проект уже стартует в своей реальной фазе. Посмотреть, как это все действительно работает. Это очень интересно и очень полезно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Пожелайте нам удачи. Удачи вам, ни пуха, ни пера. К черту. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова